вот в момент нажатия на газ где-то полутора тысяч до двух тысяч происходит свист есть подозрение что это один из подшипников роликов пробег на машине почти 160 тысяч и наверное уже под замену ролики и ремни все детали которые нужно заменить это ремешок 6 пк 2137 2137 это в миллиметрах 2137 миллиметров дальше у нас идет натяжитель с роликом и промежуточный либо паразитный ролик он есть в исполнении как металлический так и пластиковый вот у меня машина конец 16 года на ней уже идет металлический ролик но в старых вариантах вам пластиковые или как то так вот то есть вот эти позиции подлежат замене можно выбрать вариант дешевле не покупать натяжитель взять с него только ролик но опять же в каком состоянии сам натяжитель нужно смотреть то есть насколько пружина внутри тугая и если не хотите никаких экспериментов то лучше ставить натяжители сборе потому что может ослабнуть либо сломаться пружины тогда натяжение пропадет ремень может слететь и наделать делов либо самый бюджетный вариант это меняем подшипник джимби 6203 который установлен в ролике натяжительно и если у вас металлический ролик который паразитный в нем также можно поменять только лишь подшипник с пластиковым роликом такое не пройдет потому что с обеих сторон здесь завальцован подшипник завальцовка заводская то есть под пластиком это все дело и без последствий его оттуда убрать нельзя вот два варианта замен оригинальный натяжитель с оригинальным роликом и ремешок ремешок на усмотрение я буду ставить себе данжил это принципе ремешки идут на конвейер то есть либо данжил либо гейтс чем-то ремни хорошие свое ходит либо можно вместо натяжителя поставить просто ролик либо поставить вообще просто подшипники на ваше усмотрение но лучше всего конечно вот такой вариант оригинальные либо не оригинальные ролики и ремешок тогда точно можно будет снова тысяч на 150 забыть так помогать мне сегодня будет собака ника замене попробуем отделаться малой кровью то есть заменить ремешок и два подшипника в роликах то есть сейчас первым делом нам нужно ослабить натяжитель дальний для того чтобы скинуть ремень и вот этот ролик потом открутить сейчас будем пробовать для удобства можно немножко вот эти вот сжать усики и достать гур то есть его хотя бы чуть-чуть можно будет подвинуть чтобы доступ был лучше дальше вот таким приспособлением ключик на 14 накидной нам нужно подлезть к гайке точнее не гайке а болту который держит так наживили ключик подставляем рычаг и ослабляем натяжение здесь натяжение ослабло и мы можем снять ремешок генератора предварительно за по ним запоминаем как все проходит и снимаем ремешок осмотр снятого ремня то есть мы по всей линии видим уже такие микро трещинки образования пробег 160 тысяч напомню то есть принципе на таком пробеге можно уже спокойно менять пока его не оборвало нужно открутить промежуточный ролик тем же самым ключиком 14 ослабляем болт так все ролик у меня посмотрим что там с ним поверхность гладкая конкретно на промежуточном ролике каких-либо шумов я не слышу то есть люфта как такового нет сейчас посмотрим на натяжителя то есть кто у нас свистел подшипник джимби 6203 так дальше за роликом находится еще один болт на 14 который крепит сам натяжитель с подлазим длинным вороточком и тихонечко откручиваем открутил болт натяжителя упал через низ и там достанем так вот он натяжитель здесь у него тоже все гладенько слышно что он шумит вот у него люфта все сейчас нам нужно открутить ролик от натяжителя заменить подшипники двух роликах и собрать все на место устанавливаем натяжитель в тиски и внимание у нас против часовой стрелки откручивается болт чтобы не долбить молоточком вставляем головку и попробуем выдавить с помощью тисков произошел щелчок подшипник не должен вот так вот он сходит с места ослабим все подшипник выдвинулся подшипник и посадочный так значит выпрессовывал я вчера подшипник зажал в тиски и вот у меня ролик пошел эллипсом подшипник очень туго сидит не не хотел у меня выходить из ролика и ролик у меня деформировался значит сегодня я приобрел вот такой вот ролик он ставится вместо металлического пластиковый в нем уже запрессован подшипник тоже джимби и вчера у меня были джимби подшипники 6302 zz 6203 zz они для работы в масле то есть внутреннем пространстве где идет смазка вот эти подшипники с пластиковым пыльником они как раз нужны для работы в открытой среде сейчас я запрессую закрытый подшипник поставлю пластиковый новый ролик предварительно смажу поверхность куда будет запрессовываться подшипник литолом так сейчас нам надо использовать старый подшипник чтобы не не выдавить внутреннюю обойму не повредить механией старый подшипник он садится по наружу и по внутренней кромке туда запрессовывается как положено ну вот удары уже гулки значит подшипник на месте назначить два ролика и мешок сейчас в обратной последовательности все устанавливаем на место и натягиваем ремень точнее устанавливаем ремень натяжение сработает с помощью натяжителя автоматического с ремнем значит пришлось немножко повозиться достаточно тяжело новый ремень сюда вот на генератор накинуть ну небольшими такими рывковыми движениями потихонечку его высовываем проверяем чтобы все ручейки у нас лежали в роликах чтобы ничего нас не заскочила так вот смотрим по схеме топливный насос 3 передохранитель на 15 ампер вот он здесь у нас стоял так сейчас без топливного насоса чтобы у нас машина не запустилась просто стартер прокрутился и проверим как ремень сел так вот насос не качает крутанули и смотрим все на месте прокрутим еще разок посмотрим так ну все в общем то в порядке ремешок на месте тишки все в порядке ставим на место предохранитель и запускаем ну вот противного этого свиста нет на обычно на холодную сразу начинал подсвистывать ролик на натяжитель и был подубитый на этом замена ремня окончена с роликами с подшипниками всем спасибо за просмотр ремонтируйтесь сами